И всем привет! Мы снова продолжаем играть в Zero Escape, дилемму Zero Escape'а и продолжаем наши похождения в этой невероятной, невероятно запутанной игре, непредсказуемой. Просто раз мы нашли какую-то еще одну концовку, точнее первую, одну, настоящую первую концовку, не с самого начала, которая была. Хотя, по сути, она тоже концовкой является, но все-таки не той неполноценной концовкой, в которой мы ничего не узнали, ничего не добились в итоге и ушли просто с пустыми руками. Окей, после этого еще, может, после того, как мы все умираем в нашей команде, видимо, может как-то еще продолжить, я не знаю, каким образом, по той ветке, которую мы видели, собственно, здоровые, здоровенные ветки, вот где она была, вот здесь. То есть, каким-то чудом можно продолжить дальше в этой сети, я не знаю, как, почему, видимо, какую-то лазейку можно найти из-за другого, параллельной, другого времени, я не знаю. Как это все работает, я до сих пор не понимаю. Но мы продолжаем играть, не знаю, какой из них вот первый, вверху, в той ветке находится, перед которым мы должны попасть в это самое испытание, потому что там... Окей, еще раз посмотрим. Вот видите, здесь какое-то разветвление идет, вот что-то такое за выбор, что-то... где-то начинается. Как понять, где было начало после того, как мы закончили наше голосование? Столько всего сложного и непонятного в этой игре, я прям не знаю. Вот вроде, я не знаю, может быть вот это? Может кто-то посмотреть, что-то вообще такое есть? О боже, куда я иду? Заново, на это меню, конечно, просто кошмар. Как мне почитать? О, вау. А, так, а, можно посмотреть, наверное, по этой ветке, правильно? Вот, смотри, давай посмотрим, давай посмотрим, где она есть. Ну, всего лишь, смотрите, три выбора. Три выбора, не знаю, да, посмотрим, может мы где-нибудь найдем это... эту ветку с тремя выборами лишь, с тремя, точнее, клетками вот этими, вы поняли. Она, может быть... Или не она, я не знаю. Тут вообще слишком много концомок, давайте начнем с тех, кто где меньше всего происходит. Например, здесь, давайте вот это начнем попроще. А, стоп, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, я придумал. Давайте для разнообразия, не знаю, чередовать команды, потому что за одну команду каждый раз, когда здесь в итоге надо, все равно будет в любом случае играть за одну команду, ну, за все команды до конца. Да, это довольно, может, не знаю, будет как-то разнообразнее, просто интереснее, наверное, поиграть за все команды по очереди, чем они занимаются, тем в то время, как мы там фигней занимаемся. Потому что это не особо, не особо так, какая-то разница в этом есть. Типа, ну, поиграем из другую команду, посмотрим, что они, чем они занимаются, ничего такого в этом нет. Потому что тут явно как-то, тут явно события не связаны друг с другом, поэтому тут можно как угодно смотреть, что происходит вообще с другими командами. Потому что, не знаю, когда мы перейдем к общему итогу, я не уверен, когда мы, ну, вообще, четыре концовки или что-то, да, четыре концовки, вау. Сам, на чем, с самого простого, вот с этого, давайте. Продолжим за команду Q, потом за команду C, в следующий раз. Так, надо будет чередовать, потому что команды, ну, хотя мы просто раз про... Окей. Просто раз мы за команду D, получается, только одну ветку прошли, правильно. Мы не слишком туда заходили, так что все нормально. Выпустите нас! Выпустите нас отсюда! Я только планирую что-то делать. Стучит, как влезет, она не откроется. Ау. Черт. Успокойся, бьякая. Отдохни немного. Нам нужно остыть. Бра, слишком горяча, слишком горяча, Мира. Эй! Ты что делаешь? Прости. Ты знаешь, что это делает, а кнопка? Ну, нет, но... Можно открывать дверь? Вау, капитан очевидный. Только тот капитанов очевидностей. Я прав не хотела нажимать. Как она просто, не знаю, улыбается. Ух, дети, это боль, согласен. Дети. Еще-то тебе вреден, но он вполне может быть прав. Ничего не ослышали о Зеро? Просто сидеть здесь бесполезно. Да, ты просто чуть ли не лежишь, поэтому... Всего лишь одна маленькая. Окей. Эй, Мира! Я не смогу прочитать последнее слово. Шучу, не так безумно. Да? Учитывая то, что было в прошлой серии, и пока не погодит так, я что-то тебе не доверяю. Но мы, правда, ничего не знаем. Мы, может быть, на пути к безумным решениям. Она похожа на эту, на Ютсубу 999, потому что мы знаем это сколько сейчас времени, если вы понимаете о чем. Мне 18.08. Было около 13.30, когда мы снули в гостиной, так что... Их что я не удивлюсь, если у меня какой-то там момент такой будет интересный. Четыре с половиной часа. Вау, ты быстро ушел, гений. Для своих-то лет. Дима, смотришь только 14, 15, 16. Эй, это было неплохо. Я уже хотел сказать то же самое. Ниной, не жалуйся. Похор тебе до сих пор проблемы с числами, Эрик. Я понимаю у тебя. У тебя были проблемы с счетом, даже тогда, когда мы встречались. Эхей, да ладно тебе. Эхей, да ладно тебе. Так, куда вы познакомились. Я хочу услышать, хочу... Да? Нафига тебе это школьник? Такая личная информация. Я уже здесь покраснею. Зачем тебе это школьник? Серьезно? Мне реально пара, что ли? Упс. Я до сих пор помню, как тут каждую деталь. Судьбоносная встреча произошла в понедельник. Вау, флэшбэк. Мне бы в небраске было покрыто грузовыми облаками. Небраска. Однако мрак еще смех, словно это было чудо. Я всегда демонстрировал свою лучшую улыбку покупателям. Я встал в виде даже постоянных покупателей. Добрый флэшбэк. Замечательно. Я предлагала самое вкусное мороженое. Честно говоря, мне это задолбало. Ох, не думаете, что моя работа мне не нравилась? Окей, давай передавшим телу за уже. Я очень-очень люблю мороженое. Это не любит. Но проходили дни, и все стало постылым. Слово в моем сердце оказалось дырэм. Постылым, что за слово такое? Я думал, что это будет очередной и обычный день. Не ожидал, что что-то изменится. Я не пролил своим глазам. Не думал, что такая красота существует в этом мире. Да, я тоже не верю. Невероятно. Боже мой, чувства переполняли меня. Я не чувствовал ничего подобного раньше. И я понял. Это, это должно быть чудо. Да, да. Мира появилась в моей жизни. Она была ангелом в лице покупателя. И захотел ее мороженое. Попробовать. Разве не должно быть по-другому? Детали не важны. В итоге, потом, после этого умрет как-то от ее рук. Ты, похоже, не понимаешь. Не буду тебя винить. Я тоже этого не понимал. Мира была живым воплощением красоты. Ага. Ты главное оружие. Смертоносное. Айла просто скромный покорботник глазина мороженого. С ней. Я была совсем неичета. Но Мира. Мира. Перестань. Я ангел. Ты, наверное, шутишь. Скорее, падший ангел. Но это не правда. Это правда. Где валиться? Мне так как ангел мира. С тобой это сыграет злую шутку, видимо, приятель. К сожалению. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Пока этот смех нормальный, пока он стал зловещим. А? Сейчас совершенно другой человек, Эрик. Ну, раньше ты был... Божене твоего лица было достаточно пугающим. Я тебя так... Ты чуть ли не уйдешь... Рука прикладывал уже начал заниматься. Чуть не прибег к нему. О, черт. Прости меня. Да. Все в порядке. Да. Ты, наверное, был шокирован тем, что произошло с нами. Я могу сказать, что ты все-таки хороший человек. А на самом деле злодей тут другой человек. Ага. Ну ты... Ну ты чудак. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Покажется, твоего лица опять приняла глуповатый вид. Думаю, ты успокоился. Глуповатый. Так сурово, Мира. Хе-хе-хе. Ну да. Я теперь в порядке. Ээээ... Да. Я в порядке. Че ты с... Я могу улыбаться. Несмотря ни на что. Ээээ... Ээээ... Не нравится мне этот тон, приятель. Эрик. Эрик, ты точно в порядке, Эрик? Похоже, что Кольный что-то тоже заметил. Интересно, почему зеря этот нас запер или нет? Ну, кстати, он что-то понял. У него в выражении лица нет никакого, кроме вот этой маски дурацкой. Действительно. Не похоже, что он так старался ради забавы. Не нравится мне это... Куча денег у гроханого все это, да? Боже, что им? Может, часть эксперимента диком? Кто бы говорил Мира? Они сели следовать, как зарытые пространства в действие настроения, да? Ты точно за эксперимент такой дурацкий. Кто его придумал? Чему должен... Чего он должен достичь? Почему они приняли эксперимент таких простых людей, как мы? Разве на Марсе по-не понадобятся люди полезных профессий? Например, военные, исследователи и разные другие. Да, возьмем свою красотку, глупого школьника. Может быть, причина, почему они выбрали нас? Потому что они как раз планируют таких людей отправить на Марс. Потом еще какую-то школьную простушку Диану. Похоже на то. Не знакомство будет жить на Марсе в течение длительного периода времени. Несколько подходят на эту роль? Лишь Фа и Сигма. Какие проблемы, что это принесет? Ну, может, еще... Как субъекты будут находить решения в разных ситуациях? Ммм, окей, может быть, кстати. По словам сотрудников ДиКом, они пытались это выяснить. Например, старик на кресле коляски? Они специально поставили нас в трудное положение, чтобы узнать, как мы из него выберемся. Боже, мир, ну почему-то что-то такая... Так разрядилась. Их спонсор, женская организация, которая надеется расширить свое место, спасу миру. Может, будучи меня принести участие в колонизации Марса? А по-моему, чем можно в 2070 каком-то колонизировать Марс, боже? Ну, это слово. Эй, вы слышали об этом что-то? Если хотите привезти рыбу Ко из Бразилии в Японию, если их в аквариуме будет лишь Ко, и то большинство рыб умрет. Это хоть и что? Из-за чего? Я не эксперт в рыбах. То есть, добавить кое-что в этот аквариум и не потерять ни одной рыбы? То есть... То есть... Окей, это еще такое, просто все за линией появились тут. То есть... Если добавить что-то в этот аквариум... Если... Рыба будет вот такой, рыба будет в аквариуме с другими рыбами, они умрут. Но если что-то добавить... Что-то добавить... Окей, я не что-то... Хотел понять, что это такое заранее. И что это? Пиранья. Пиранья. Стоп! Но как это вых... Это она прося говорит, стоп! Похоже, это все из-за инстинкций морковь, сравнение. Она про себя говорит. Я понял. Рыба испугается, пронечно продолжит все усилия, чтобы выжить. Мне кажется, намекает про себя. Я уже сказал третий раз. Троженство, я не предоставлю сил, чтобы остаться в живых. Ага. Для того, чтобы выжить, необходимо и достать острое ощущение. Понятно. Начали реальный миссий на Марсе. Было бы хорошо занято, но убийца. Да. Ой, Орик. Орик, приятель. Все, окей, все. Чык-чык-чык. Все, все, вырубайте. Орик не пугай. Просто посмотрите на нее. Она хочет просто впиться в него когтями своим. Кгай... Оф, так может быть, все примерно похоже. Спокойно, что диком становится скучно. Эмоциональное состояние ухудшается. Устроить чрезвычайную ситуацию. Почему именно ты, Мира? Ну почему? Почему все самые красивые такие, все опасные, немного познаватные, долги анонсировать результаты голосования. Все три группы проголосовали за разные команды. Так получается, это реальность, в которой все выжили. Таким образом, кто-нибудь... Так это, может, она убила команду Си в этой валеральной вселенной? Текущее количество смертей ноль. Zero. Не могу сказать, что это идеальная ситуация для всех вас. Не? Что убийца? Похоже, вы не поняли смысл этой игры. Пора доставать вежливого Zero. Подумайте о том, что я вам говорил ранее. Вы останетесь в этой убежище, пока шесть раз вас не умрут. Срединые просто выражения лица. Я дам вам последний шанс. Вежливый Zero. Как... Одно действие может вас спасти. Что вы должны сделать? Все просто. Я вам покажу. Кущедрый Zero. И голос у него какой-то слишком... мягкий. Но не столько разговариваешь, я просто не могу свои пять копеек ставить. Никак... Где другие команды слышат такое же сообщение? В среди дезинфекционных камерах... Что? Конструкция номера... Камера одинакова. В каждой камере на стене находится желтая кнопка. Окей. Жать активирует душ в других комнатах, в камерах, откуда вместо воды полиется водородная кислота. Окей. И что это значит? Ох, нет, нет. То есть она типа заливать будет эту комнату. Она специально не столько расслайла и тело, но и стекло с железом. А, они уже в этой комнате находятся. Окей, я понял. Да мне тут объясняет, что случится, если вы запрекосуетесь с ней. Ну-ка, на стене ваш путь к свободе. Нужав ее, вы убьете другие команды, получите уже 6 из пароль. Я вот не понимаю только одно. Но она типа хотела просто сбежать отсюда, вот это мир. И поэтому она на всех убила Эрика. Или просто еще кое-что. И других, возможно. Которая настает. Этого удача же ждет. Тому бог подает. Команда, нажавшая кнопку первой, изактивирует ее у других. Опять то же самое, что и первые испытания, по сути. Вам отводится 3 минуты. Что вы сделаете? Нажмете? Или откажетесь? Все зависит от вас. Окей. Надо уже спешить. Ох, боже. Не волнуйся. Сейчас нужно верить с остальным. Остальным говоришь? Ты что-то вообще знаешь? Какой он добрый? Вот опять начинать. Эй, перестань. Как это вообще пропал добрый Эрик? И он не существует. Это все... Как какие сахарные чертов сопляк? Почему Эрик? А может он защитил его? Стоп. Окей. А? Она вырубила ее просто? Мира. Если бы она хотя бы спокоена. Я дам тебе выбрать. Выбрать. Опять выбор. Видимо, поэтому два концовки. Интересно, как ты поступишь? Две концовки. Что? Окей. Почему нам дает выбор? Я не понимаю. Почему? Опять то же самое, что и было в прошлом испытании. Надо дает время нажать кнопку 10 секунд. Там на этот раз дает не 60 секунд. Давайте нажмем, я не знаю. Пофигу. Все равно два выбора будем делать. И так. И так, и так. Она? Ммм. Что случилось? Часто он быстро проснулся. Е-е-е. Понятно. Интересно. Что интересного-то? Ты нажал кнопку. Значит, мы все спасены. Тогда другие будут. Ха. Ты убил их. И сам хотел нажать на кнопку, не? Дурак. Команда C, команда D будут. Нет. Мы убили. Мы сделали это ради выживания. Мы убили, то есть. Акцент на мы. На то, что мы это сделали. Но... Я не видоват. С самого начала я говорил не нажимать ее. А чем ты вообще говоришь? Я сам первый хотел ее нажать. На. Но так и нажал, это же ты. Та рука нажала. Ты это сделал. Мы приняли мудрое решение. Продавлю жизнями других людей, чтобы гарантировать свое выживание. А, окей. Zero. Это естественная человеческая реакция. Вы лишь открыли для себя шанс выбраться. Ваше действие может быть оправданно. У вас нельзя винить за принято решение. Теперь. Я говорю, вы бы хотели поскорее поднимать это место. Но перед этим... Извините, но вы все должны снова уснуть. Почему? 19.29. Выступили так, как я приказал. Наркотик, сярощивая память, вам введен не будет. Я до сих пор не понимаю, как это все работает. Как это... Мы продолжаем играть дальше после этого. Нет. Нет. Этого не делал. Он уже в кнопку, значит он... Было бы неудобно, если бы вы забыли, что остальные умерли из-за вас. Это получается, подождите. Может, каждое другое испытание отдельное? Я уже сказал. Я никого не убивал. Я просто посмотрел. Я продолжу поставку, когда закончил. Папа просто смотрел. Папа. Пасло, когда все закончится, я кое-что скажу. Нет. Крис не делал ничего плохого. Это был я. Пожалуйста. Прости, папа. Я могу с ума сошел. Холодно. Так холодно. Вода такая... Холодная. Ужас. Приятных снов. Мама. Пум-пум-пум. Топал четвертый. Че-то такое было. Окей. Интересно. Так вот. О чем я хотел сказать, собственно. Допустим, на ритм. Понял. Я не могу... Почему я не могу... Стоп. Стоп. Что? Стоп. 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 А почему только... Почему только за него я могу играть? Почему? Теперь игра почему-то стала снова какие-то новое придумала правила. Что? Я могу наконец-то продолжить и по основному сюжет или как? Или такая дополнительная сценка. Я не знаю, что такое. Отведем продолжение вот этой сцены. Почему я только... Почему я не могу продолжить другие? Чего-то я ничего не понимаю. Это какое-то особое решение. Я не знаю. Если нажать кнопку, смотрите, как дальше продолжается. Это что такое? Стоп. А, так это... Это та концов, которую я хотел сначала. Это за команду Q получается. Какая-то странная последовательность у них от их команды. Просто... У них так мало выбора, смотрите. Вот один выбор. И два выбора. И все. Больше нет выборов у них. У них тут много выборов. Странно. Почему-то они... У них как-то мало... Их обделили выборами, что ли? Или что такое? А, давай посмотрим цену с собакой. Не знаю, что это значит вообще. Один фрагмент. Посмотрим, что это такое вообще? Да, видимо, продолжили после того, как мы нажали кнопку на кнопку и все померли. Или нет? Стоп, 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 стоп. Что? Где мы? Что-то происходит. По-моему, это дезинфекционный. А, окей, это постановка не проснулись уже. И сейчас он зальет. Так дезинфекционный. Я понял. Я понял. Вот, все правильно. Окей. Мне кажется, мы уже... Уже были запроты. Не были еще. В моем прохождении не было. Дежавю в моем прохождении еще не были запроты. Давайте не терпеть события. Не нравится мне тут. И мне. Не терпите события. Вы что-то... Мое прохождение вы еще тут не были. Поэтому... Стоять эта кнопка. Ты же самое чувствуешь, Карлос? Ты тоже это чувствуешь? Ага. Не только она. Я тоже. Почему-то эта кнопка очень важна. Да, только вы тупили, пока мы нажали на кнопку в команднику. Может, мы потеряли память? А чему-то еще собака, интересно. Дракотики в браслеты? Какого черта? Пошла заливка. Пошла раздача. Стоп. Окей. Окей, все. Я думаю, время выбора какой-то будет, а нет? Их залил. Ужас. Вы поняли, что они померли? Ну, окей. Хотя бы их не показали, слава богу. И че? А дальше что? Чего? Шесть вчера умерли, и наша команда спаслась, получается? У, окей. Все-таки показали их. А что у них случилось с телами? Ужас. Ну, показалось, как-то части тела каких-то не было. И че, это все? Окей, просыпаемся. Время просыпаться. Пора на свободу. Просто раз тоже шестера выжил. Получается, выжили... За команду Ди, получается, выжила Диана. Даже Диана не выжила. Стоп. Выжила... А стоп, почему Мира не убила Шкеда вот этого? Это... Костиная? Выстучилась за инфекционной камерой. Оно не било Школьника тогда, интересно, почему? Было бы неудобно, если бы вы забыли, что остальные умерли за вас. Точно. Я... Так, кнопка. Бу-бу-бу-бу. Поздравляем. Анонсирован текущих потерь. Команда Си. Карло, Су. Акане. Джунпей. Дитима. Дайана. Фай. Сигма. Путешествия теперь мертвы. В результате 6x паролей будут объявлены. Надо, чтобы не забыть их теперь. Дрим. Ки. Кварк. Мам. Дир. Арм. Дрим Ки. Кварк. Это все. Дрим... О, я уже забыл. Ооо, это ложь. Убрать, трястись. Все. Все. Ооо. Не знаю, почему... Мне кажется, что-то таки мир не докажутся, какая-то злодейка. Эрик. О, нет. Что я наделал? Мне кажется, что мир не стал бы просто так убивать Эрика. Не нужно себя винить. Ради того, чтобы сбежать отсюда, я не знаю. Ты же сделал правильный выбор. Я не отрицаю то, что она может быть убийцей, но все равно. Не думай об этом. Нужно двигаться дальше. Я не думаю, что она просто так взяла и убила Эрика, если честно. На 6x паролей. Почему надо не выбраться? Ну, типа, выбора особо нет. Типа, что делать в другом случае? Эм, я... Слика потерял контроль, но... Знаете, может, все это даже лучше? Да, конечно. Само собой. Имя ввиду... Конечно, в этой игре мы все находимся в опасности. Но из-за того, чтобы перебивать друг друга, нужно лишь проголосовать и нажать на кнопку. Окей. Да, так проще не знать, что произошло с другими людьми. Да. К тому же, мы заснули после всего, а теперь узнать уже... Что-то уже все кончено. Стойте. Что-то все не так. Наркотики бросают, окей. К чему это он ведет? Может, в этот раз на них не велишь? Но что если каждый раз, когда мы как... Каждый раз, как мы просыпаемся, нам приходится проходить через одно и то же, снова и снова. И каждый раз, когда мы засыпаем, наша память стирается. Хорошо, зачем в этом... Стоп, секунду. Я считаю... Окей. К тому же, мы заснули после всего, а теперь узнать, что уже все кончено. Стойте, а что если все не так? Наркотики в браслетах? Может, в этот раз их нам не ввели. Но что если каждый раз, когда мы просыпаемся, нам приходится проходить через одно и то же, снова и снова. Каждый раз, когда мы засыпаем, наша память стирается. А раз нам... Стоп. А раз так и не должно было быть? Я что-то не понимаю, вот этого... Суть вот этой... Вот этой мысли его. В этот раз нам не ввели, окей. Это правильно. Нам не ввели, потому что... Очевидно, мы сделали их ход. Не знаю, мы выжили. Тем более, нет смысла вводить нам их. Потому что если каждый раз к нам просыпаемся, нам приходится проходить через... То есть она намекает на то, что... Когда мы начинаем вот эти новые испытания, получается, мы предыдущие в этой реальности не сделали какое-то действие, из-за чего нам ввели этот наркотик. И мы уснули, и проснулись в каком-то новом испытании. Видимо, как-то так это все происходит, я не знаю. Это моя мысль, не знаю. Давайте выберемся отсюда. В принципе, в принципе, какая-то, ну... Правильная теория. Ну, он прав, идем. Возможно, теория. Подождите. Мы никого не забыли. Песик. 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 Гав-гав-гав. Где же песик? Где же нас песили? Ум. Это еще такое. Песа-кибор какой-то или что? А он цепи. Нет, за что? Это так подло. Почему? Да вот так-то здесь стоит. Давайте пробуем снять это. Бедный пёс. Не надо ничего калечить его, не знаю, пожалуйста. Найдите какой-нибудь способ. Слушай, ничего такого. Сказал, что мы повторяем то же действие, я не помню об этом. Да, окей. Дальше. Проложайте эту мысль. Это похоже на парадокс спящей красавицы. Парадокс спящей красавицы? Это один из известных парадоксов. Реально? Эксперимент начинается в воскресенье. Подобный засыпает, после чего бросается мне... Откуда ты столько знаешь, школьник, про убийц, про парадоксы всякие? Подает орел, подобного будет в понедельник. Задают один вопрос. Интересно. И он снова засыпает. И все, больше ничего не происходит. Йо, воскресенье? Аж ли орешка? Его будет быть в понедельник. Задают один вопрос, он снова засыпает. Ну, то же самое, что и орел. Ага. На этом этапе, да. Но дальше все по-другому. После того, подопытный снова засыпает, его воспоминания в понедельнике стираются. Во вторник ему задают тот же вопрос. Ужас. Это прям как-то жутко как звучит. Какое? Какая вероятность того, что выпал орел? О, боже, как? И все? Да. Это все. Чего же этот парадокс? А это никак не связано с нашим первым испытанием к орелу-решке? Понимаете, что орел выпадет с пиратом 150? Неправильно, неправильно. Обычно, да? Но у тебя тут вопрос, если есть три возможности, то есть три возможности, да? Именно. С самого начала ты говорил. Выпал орешка, сейчас понедельник. Выпал орел, сейчас понедельник. Угу. Выпал орешка, сейчас вторник. Стоп. Ааа, что? Таким образом вероятность того, что выпадет орел 1-3. Ааа, парадокс. 50-50, когда зададут этот вопрос, есть при возможности исхода. Выпал орешка, сейчас понедельник. Выпал орешка, сейчас вторник. Какая вероятность того, что выпал орел? Стоп. После того, как подобный запас снова засыпает, его воспоминания о понедельнике стираются. Окей, в этот орел подобного будет понедельник, зададут один вопрос, и все. Если орешка будет понедельник, зададут вопрос, он снова засыпает. В этот орел подобного будет понедельник. Окей, я что-то... Вероятность тогда будет 50 на 50. Я что-то не догоняю, видимо, я неправильно мыслю. Хорошо, давай по-другому, давай по-другому. Если выпал орел, все заканчивается. Если выпал орешка, то процедура повторяется 10 тысяч раз. 10 тысяч? Проснулся вопрос, заснул, стерли память. Проснулся вопрос, заснул, стерли память. Приди такой, 10 тысяч раз. Вероятность все еще остается 50 на 50. Если подумать, возможно ли, что вероятность выйдет, что выводит орешка больше. Ну, вообще-то, вообще-то, да, если больше, чем 2 раза, конечно, будет больше вероятность, чем 50 на 50. Чем больше количество раз, подбрасывать, тем больше вероятность. Так какой правильный ответ? Никто не знает, да, блин. Ответ еще не найден. Даже ученые не могут решить между 1 и 1, думу или 1 и 3. Ответ нельзя найти. А ты много знаешь о таких вещах. Кто это вообще придумал? А чего еще занимаются ученые? Как-то книгу об этом прочитала. Ну, она была про мне там... Метим психоз, но мне говорилось примерно о том же. Психоз? Что это? Столько всяких интересных фактов и теорий. Будет ли пробуждение без воспоминаний тем же, что и перерождение? Пробуждение без воспоминаний тем же, что и перерождение? Кстати, хороший вопрос. Да, это похоже. Тут столько интересных тем обсуждается. Это просто... Просто я не знаю, как это кладезь знаний. Каких-то... Всяких интересных мыслей, серьезных. Это просто так... Так интересно. Я не очень-то уверен. Ты не веришь в это? Я хочу сказать, что в этом нет смысла. Ну, блин, конечно. Потому что, когда ты прирождаешься, тех вспоминаний от этого просто твоей жизни уже нет, так ведь? То есть нет необходимости мета-психозе. С нет воспоминаний нет смысла. Я не знаю, как на это ответить. Ты не можешь вспомнить все, что происходило в детском возрасте. Ну, на самом деле, есть такие же всякие... Невозможно вспомнить, что было месяц назад. Есть же всякие такие случаи, когда люди вспоминают, что было в детстве. По твоим словам, все, что ты сделал более чем месяц назад бессмысленно. Ну, блин. Я как будто на месте вот этого Эрика. Она имеет в виду, что твои воспоминания о том... Можно ли так твои воспоминания о том, кто ты такой? Что же тогда важно? Ну, что-то должно. И к чему мы пришли, ребят? Чем мы тут обсуждаем? И это просто во время убивали, так. Грая убийств время. Похоже, ничего не сделать. Бедный пес. Процесс даться. Кто вообще заковал? Извини меня. Извиним, пожалуйста. Ничего не поделаешь. Мы сделали все, что смогли. Пойдем. Нет, песик, песик. Какие время пароля вводить? Ну, окей. Что-то мы долго временно порой на пес на пса пароль потратили. Готовы? На пса время не потратили. То есть, мы поняли. Вперед, вперед. Я уже не... Какие цифры были? Какие пароль были? Я вообще ничего не помню. Вы знаете, когда это говорили нам? Вы помните, когда это было? Блин, позже не то. Где оно? Вот оно. Вот где это было? Это вообще миллион лет назад было. Стоп. А вот оно. DreamKi Quark Mom Deer Arm. Dream... Deer... Рука... Arm... Arm... Что там еще было? Мам? Мама была вроде... Мам... Кварк... Кварк... Мам... И что еще было? Ааа... ...блин, последнее слово опять остается, я его забываю постоянно. Не кварк. Точнее, кварк и что-то еще было. окей ладно я не буду слишком сильно тупить дождико не надо сохраняться не время кик варк мамдир киеве ключ интересно не произойдет в этой после от всего этого или или нет или ему все выберемся отсюда по я ничего не должно произойти нет никого убийцы в этот раз крайне мере нет причин убивать ником убивать и 100 подождите не если если мир убил в тот раз эрика и убила диана получается все таки она могла убить просто так его окей забудь до открылась просто не было смысле в воде он тогда окей идем правильно ведь если тот из будущего было не знаки это образ что ты делаешь вернуться из будущего я я не могу пойти оставить его нет ты чё ну куда что-то будешь делать блин почему окажется хорошо что он остался поиском но он же дали отсюда не выберется больше чем там будет делать и пёсик скоро умрет от голода на самом деле животные и решил что тоже останусь здесь животных тоже живут дольше чем люди без еды и без воды вроде как интересно почему может потому что я потерял память ничего не знаю внешнем мире под это поэтому я не хочу уходить угры про себя что он не поменит типа если я правильно поступил тебе без воспоминаний ты теперь родился о чем они говорили или ошибся не просто так было да наверное счет каким я хочу открыть его шлема этот каску это все это концовка типа там остался почему гейм овер антип не за него играли правильно эти мы не выбрались окей на этом все посмотрю че вообще открылась после этого нам может вернуться обратно сюда это тоже смерть потому что мы выбор типа мы были за этим ну похоже что это очень длинная это очень длинная какая-то сюжетка у них прям ну ты еще смотрите другие из допустим вот это команда гу команда ди а вот это это тоже команда дипром должна быть команда ди верно я не знал что-то остальные потому что тут явно не больше четырех команд больше трех команд точнее от видимо здесь все все я не знаю нет нет я не знаю окей это столько всякие возможности что это слишком слишком наверно бессмысленно просто бессмысленно думать о том что может произойти в других вселенных параллельных потому что может быть что угодно так мы уже убедились в этом за столько серии уже вышло не знаю сколько 5 уже серии вроде бы 6 наверно аж ставят на себя часть вроде бы ну что ж спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал здесь вам нравится так же как и мне это эта игра и это прохождение все пока что очень здорово и бодро мне нравится как это задумка невероятно интересная и подписывайтесь на канал и ставь лайк всем понравилось это видео вступайте в группу вконтакте не забывайте ставь колокольчик чтобы пропускать новые видео и до скорой всем встреч и пока